Под контроль Углегорск и над зданием администрации подняли флаг самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Однако бои за Дебальцево продолжаются. Перестрелки слышны до сих пор. Подробнее о ходе боевых действий расскажет мой коллега, наш специальный корреспондент Семен Пегов. Сейчас мы слышим, как работают украинские минометы из зеленки за городом. Бьют по центру, где закрепляются уже, в общем-то, целые сутки полченцы. Они пригнали сюда свою бронетехнику. Работают с трех сторон света, со всех исключая западную. Потому что западные у них, ну, не откуда стрелять, скажем так. Огонь имеет хаотичный характер, в основном по площадям. То есть я еще не видел от них целенаправленных точных огневых налетов. Вот так, чтобы долбануть по кварталу, это пожалуйста. Как уточнили для нас ополченцы, позиции украинской армии где-то в километре от... Сейчас вы видели на своих экранах, как на передний край села вышел работать танк ополчения. Сейчас он, по данным разведки, наводится на координаты минометных расчетов. И вы увидите, в общем-то, его работу. Танк произведет всего три выстрела. Один вы уже видели, второй был сейчас. Больше просто-напросто нельзя из соображений безопасности, чтобы противник не засек место расположения танка. Огневую точку, откуда он работает, и не прилетело в это место. В общем, ответная артиллерия. Я отмечу, что работает бронетехника в направлении как раз Дебальцево. И напомню, позиции украинских артиллеристов в километре отсюда находятся. В общем, танк уезжает. Мы тоже покидаем это место, чтобы не попасть под ответный огонь артиллерии. Мы вот сжали на Озеряновке, на укрепрайоне. Нас было три экипажа, разведка с нами, ребята, пехота. Короче, все в действии были. Вот мы закрасили, вот. Тут было написано «Сценная», с другой стороны «Постухиев». Ребята, вот эта коробочка работает сейчас против них. Простите меня, если проскочило плохое слово. Если танк несколько точечных выстрелов произвел, то с БМП, в том числе, очередями работают. Сейчас нам боец расскажет, из чего и куда, по каким... Пушка 73 миллиметра. Именно здесь стоит задача уже не просто конкретную точку, а, возможно, их пути. Площадя, да, немного накрываем, но чтобы немножко боялись. Так что будем воевать, а что делать? Ну, то есть бьем по площадям уже приблизительно. А основной как бы точных целей нет, ну и кошмарить тоже надо. И его окрестности будут полностью зачищены от украинских диверсионных групп, а также артиллерийских расчетов. Можно сказать, что трассу Светлодар-Дебальцево, по которой происходило главное, в общем-то, снабжение, группировки украинской армии, сосредоточенной именно в этом котле, будет полностью под контролем ополчения, и, в общем-то, этот канал снабжения полностью перекроет. Те отголоски боя, которые мы слышим, это уже на другой окраине села, действительно, несмотря на то, что оно уже под контролем, как сутки ополчения, определенные группы, по 5-6 человек украинских военных еще остаются на окраинах. Мы сейчас в боевом соприкосновении с подразделениями украинской армии. То есть, ну, скажем так, от 100 до километров. Ну, скажем так, во-первых, это противник, сидящий у нас под брюшью. То есть, его рано или поздно пришлось бы отсюда убирать, просто потому, что это угроза для всего Горловского направления. На следующий день, после того, как ополченцы, а именно Александр Захарченко, глава Донецкой Народной Республики, заявили о том, что Углегорск под полным их контролем, командир одного из территориальных батальонов, Семен Семенченко, Семенченко заявил, что батальон «Донбасс» снова закрепляет... ...однако, кроме разбитых и пустых блокпостов украинской армии, больше здесь... ...в СССР мы не увидели. Продолжение следует...